Яу, здорово, ребята! Я приветствую вас на канале Фуга ТВ, где рыбалка уже давно не идёт каждый день, но мне есть что вам рассказать. Я думаю, в одном из прошлых видосов мы с вами как бы договорились, что если мне будет что рассказать вам, то я вам расскажу об этом на рыбалке, потому что рыбачить каждый день не особо круто. Я бы мог этот ролик, наверное, разбить на части 3, может быть 2, но я бы хотел вам рассказать всё вот прям одним разом, чтобы вы всё понимали, расскажу кое-какую историю и вообще свои планы на канал Фуга ТВ, если что, я тоже расскажу. Итак, начнём с того, что, ребятки, я недавно влюбился прям в одну модификацию Майнкрафта, ну то есть, извините, не модификацию, а в мини-игру, но я бы не назвал эту мини-игру мини-игрой, потому что мини-игра это, ну, билд-баттл, допустим, да, или, ну, какой-нибудь такой мини-бред, в который можно поиграть, там, минут 15, и потом дальше идти своими делами заниматься, то есть, да, ты любишь Майнкрафт, но ты решил расслабиться и пошёл, но есть такие глобальные мини-игры, которые настолько огромные, что их не назовёшь мини, и одна из этих игр это Bad Wars. Как я вообще познакомился с Bad Wars, это когда я начинал снимать, то есть, после перезапуска канала, мне писали постоянно, снимай Bad Wars, снимай Sky Wars, снимай Bad Wars, снимай Sky Wars, и тогда Bad Wars был гораздо популярнее Sky Wars, что бы я ни сказал, наверное, сейчас, я точно не уверен, но что-то мне подсказывает, что сейчас это наоборот, многие люди снимали Bad Wars, я не понимал, во-первых, зачем это снимать, и особо я мини-игры не любил, я любил только писки построить в билд-баттле и поугарать с друзьями над этими писками, всё, больше мы дальше не заходили по мини-играм, ну, иногда там чуть-чуть поиграли, и всё. Но, я однажды просто случайно зашёл на стрим Линкольна, он меня позвал с собой поиграть, и на стриме Линкольна мы пошли играть с ним в... что? Подождите. Ребят, вы видите то, что вот тут вот что-то от затемнения появилось? Я не знаю, видите ли вы его, но я вижу отчётливо затемнение силуэтом с хероблина, ну, ладно. Да, это реально, это столб какой-то, лол. А, я понял. Ладно, извините, ребят, я отхожу от темы. Что было? Я вижу Bad Wars, прикольная игра, и думаю, лол, надо бы попробовать поиграть. И в итоге мы с Лимончиком решили там записать видосик один. Ну, все-то мои друзья, может быть, даже не знаете, хотя должны знать каждого из того, кого я называю. Ладно, в любом случае, мы тогда до Bad Wars не добрались, и вот буквально недавно я добрался до Bad Wars, и просто залип. Для начала я играл просто по фанчику, немножечко не понимал, как истроена игра, но потом я просто влюбился в эту штуку, и я играю три дня подряд, играю в Bad Wars. Учтем то, что у меня есть Overwatch, игра, которая платная, которая именно направлена на то, чтобы там получать веселье, но нет, я почему-то ни во что не играю, я реально захожу в Майнкрафт не для того, чтобы повыживать, а для того, чтобы зайти и поиграть в Bad Wars. И сегодня я расскажу вам, почему я считаю Bad Wars самым-самым-самым-самым классным режимом, который вообще есть в Майнкрафте, то есть именно из мини-игр, глобальных мини-игр, давайте так назовем. И расскажу, почему он реально лучше других, чтобы вы понимали. Давайте начнем издалека, я вас хочу подвинуть к тому, что на самом деле Bad Wars это, можно сказать, киберспортивная дисциплина, и сейчас я пытаюсь это объяснить, доказать. Давайте возьмем самые популярные сейчас онлайн-игры, по которым даже проводятся турниры. Это Counter-Strike, Dota 2, ну и может быть сказать Overwatch, ну потому что я знаю Overwatch, там действительно происходит чемпионат. Overwatch я знаю изнутри, и буду дальше, ну так и рассказывать. Но это можно отнести к любой, к любой действительной игре. То есть Dota это игра, в которой не ты один, а команда, и в которой надо планировать все командой и разрабатывать тактику. То же самое, Counter-Strike, команда, тактика и все такое. И Overwatch это тоже команда, тактика, и все ограничено временем. Естественно в каждой игре все ограничено временем. Что у нас в Bad Wars? Практически то же самое. И знаете, как я это понял? Дело в том, что когда ты играешь в ту же Dota, либо в Counter-Strike, либо в Overwatch, если тебе попадается даун в команде, значит ты начинаешь бомбить. То есть если у тебя бомбит из-за того, что у тебя дебил в команде, значит ты реально играешь в достойную игру. Как бы там не было из-за этого дауна в команде все плохо, все равно ты, значит, уже во что-то влился. Я хочу провести реальную параллель с тем, что у тебя дается команда, с которой ты должен как-то взаимодействовать. Если вы играете по скайпу, то это идеально, вы точно выиграете, я в этом уверен. Вы должны распланировать, кто стоит на защите, кто идет там фармить алмазы, кто просто фармит что-нибудь у себя на базе. То есть все это распланировано, и также есть 4 команды, которые делают то же самое. И здесь есть ограничения по времени, то есть вам нужно сделать это быстрее, чем другие. То же самое можно привести в самое популярное, наверное, в игре Team Fortress, то что там кто первый добирается до первой точки, у того игра идет легче, и у тех шанс выиграть гораздо больше. То же самое, кто первый хоть что-нибудь сделает, до какого-нибудь определенного чекпоинта доберется, тот и тому легче жить, и следовательно потом легче выигрывать. Множество тактик, защитные тактики, тактики нападения, и при этом вы, естественно, все это строите. И опять же, если вам попадется даун в Team, он может испортить все, точно так же, как и во всех онлайн играх, которые довольно-таки популярны. Извините, мне нужно посмотреть, что это за щита 3, неплохое, неплохое. Кстати, ребятки, забыл вам рассказать то, что это фишблок. Конечно, я первые два выпуска залил на этот канал, и потом начал стримить на основном канале. Я думаю, вы все видели, вот до чего я развился. Я просто кайфую с этой темой, это действительно очень круто. Я думаю, я выпущу когда-нибудь карту. Но, но, но все, с фишблока мы покончили. Если хотите увидеть, как я выживал на фишблоке, записи стримов будет в описании, если мне будет не лень. Но, скорее всего, вам даже лень будет туда смотреть. Вот, ребят, теперь сравним Bad Wars и Sky Wars. Потому что я на стримах играю 3 дня просто в Bad Wars постоянно, и мне говорят, да пойди ты в Sky Wars, пойди в Sky Wars. Я говорю, я ненавижу Sky Wars. Почему я ненавижу Sky Wars? Сейчас я объясню, чтобы вы все понимали, почему это так. Ребят, в Sky Wars можно играть одному, можно играть там 2, 3, 4, 5. Неважно. Как там устроена игра? Вы спавнитесь, набираете какое-то определенное количество ресурсов в сундуках, рандомное, и берете, бежите к центру. Кто побежал ближе всего к центру, тот, скорее всего, и выиграет. У того будет самый нормальный лут. Все. На этом игра окончена. Здесь все заточено только на том, как вы быстро кликаете на мышку, чтобы кого-то убить. Ну, либо там выпьете зелье. Да, ну, то есть, здесь ничего такого. Насколько же круче, если задуматься, будет Bad Wars? В Bad Wars вы берете и должны взаимодействовать с командой. Может быть, вам там кому-то золото надо скинуть, а с собой пожертвовать или что-нибудь такое. То есть, там гораздо больше. Даже если вы будете играть в Sky Wars пятером и пойдете там на центр и будете держать центр вместе, тут все равно не будет столько командного взаимодействия, сколько в Bad Wars. Потому что в Bad Wars вы все должны делать сами. И, внимание, в Bad Wars нет рандома. В Bad Wars действительно все просчитано. Точно так же, как во многих онлайн-играх. То есть, вы могли смотреть, даже посмотреть ролики по Counter-Strike, где люди выходят и просто вот так... Ну, я знаю, это действительно такие истории, где люди считают и на счет. То есть, они знают скорость игроков. То есть, с какой скоростью кто-то куда-то прибежит. И они могут заранее выстрелить туда, где кто-нибудь выйдет из-за угла. То есть, то же самое. Здесь везде есть тайминги. Здесь нет никакого рандома, никакого ящика, который ты открываешь. И там может быть какаха, либо не какаха. Здесь все просчитано. И если здесь отрабатывать слаженные тактики, точно так же, как это делают киберспортсмены в киберспортивных играх, то победы будут больше. То есть, мне кажется, реально можно позадротить на этом. Тут, опять же, еще хочу добавить. Что в Counter-Strike? Ну, потому что это самая популярная игра, поэтому и пример. Что должно быть? Во-первых, должен быть твой скилл. То есть, если ты не умеешь стрелять, ты не выиграешь. Во-вторых, должно быть командное взаимодействие. Потому что, если вы все поодиночке будете выходить, вас развалят. То же самое. Твой скилл убивания плюс командное взаимодействие. Потому что без команды, я абсолютно уверен, что невозможно выиграть. Ну, на самом деле, да. В Counter-Strike тоже во всех играх Солянова можно вытащить. Но это очень сложно. И нужно взаимодействие. Нужно идти вместе. Либо, чтобы один отвлекал. То есть, работа постоянно должна быть вместе. Вы можете идти, пойти, разнести всех Соло. И у меня такое было пару раз. Но это не то. Это единичные случаи. Вообще, эта игра, именно Bad Wars, это командная игра. Никаких больше таких игр я не видел. Но, ну что вы можете. Ну, действительно, можно предположить, самый популярный режим это Survival Games, либо Hunger Games. Вы там тоже можете объединиться с кем-нибудь, либо можете не объединяться. Опять, ну это не то. Вы бегаете, и большинство мини-игр по Майнкрафту это простые убивашки. Но насколько же гениальный Bad Wars, если задуматься, и я не перестану нахваливать эту игру, я не перестану в нее играть. Меня реально сейчас туда почему-то тянет. Я реально, как я раньше хотел бы поиграть там еще одну каточку в Team Fortress, либо еще одну каточку в Overwatch, так я сейчас почему-то... Ну, это немножечко даже зашкварно говорит, потому что у меня друзья шкварнут, если они это услышат. Но я хочу действительно взять и пойти, и разработать очередную тактику, взять там отсидеться и все такое. Ну, стримы, те, кто смотрит, те, во-первых, лайк поставят, во-вторых, плюсик напишут, то, что они знают, то, что я неплохо играю в Bad Wars. Неплохо, может быть, плохо, может быть. Но то, что я бог лука, это все знают, конечно. Опять же, тут скилл мой... Ну, это тоже божественно, это тоже очень круто. Ты можешь выбирать либо бой с мечом, а все практически выбирают бой с мечом, либо ты можешь взять лук, прокачать себе этот лук и уже стрелять. Я стреляю с лука гораздо лучше, чем PvP-6, потому что до сих пор вообще не понимаю, как... И со старой PvP-системой, и с новой PvP-системой я не понимаю абсолютно, как убивать. Зато с лука я стреляю. И, ну, Bad Wars это божественно. Переходим дальше. Я думаю, я всем объяснил. Может быть, не все, что я хотел вам рассказать. Я рассказал про Bad Wars. Но вы и так, мне кажется, сами додумаете до того, насколько Bad Wars реально круче у разных других мини-игр. Фух. Что дальше? Я хочу немного переформатировать канал Fuga TV. Мне, во-первых, это говорили на стримах, мне это кидали в донатах. И мы это даже обсуждали с Геной, то, что когда-нибудь Fuga TV должна перевоплотиться. Не всегда будет рыбалка. Я это говорил уже несколько раз. И, ребят, я хочу попробовать, может быть, поснимать Bad Wars на этот канал. Может быть, мы начнем с Bad Wars, а потом будем понемногу вводить другие игры, которые вам будут нравиться, которые вам будут не нравиться. В любом случае, на канал Fuga TV подписываются люди, которые любят именно меня, а не то, что я делаю. Потому что, ну, сами подумайте. У меня уже около 8 или 10 роликов, где я минимум по 10 и максимум по 20 минут рыбачу в Майнкрафте. Неужели здесь на самом деле есть на что посмотреть? Поэтому, я думаю, вы будете согласны с тем, чтобы я пробовал, пробовал что-нибудь новенькое на этом канале. И когда-нибудь мы этот канал прямо нормально разовьем. Я все-таки планирую когда-нибудь создавать и летсплейный канал, на котором я смогу рассказать о других играх. И канал, на котором будет, ну, не только рыбалка. Действительно, ребят, сюда мы, ну, вы помните, как этот канал создавался, скорее всего. Мы просто веселились, смеялись, и кто-то предложил создать канал. Создали, но не всегда же он будет о рыбалке. Поэтому я вас прошу написать в комментариях, ребятки, согласны ли вы на какие-нибудь изменения. Можете оценить, типа, свое согласие. И говорить, я вот хочу изменения, но не слишком глобальные. Либо, да, Петерка, я готов все от тебя посмотреть. Пробуй все. Ну, я тебе даю карт-бланш на твое творчество. Так что это тоже, это довольно-таки важный вопрос. Ну, и по поводу еще хочу раз высказаться о том, что, ребят, посмотрите, три церкви и этих три храма, что-то многовато. Хочу высказаться по поводу того, что не выходят там две недели. Сколько не было в районе двух недель роликов на фуге того, может быть, даже больше. Да, возможно, там это плохо, поскольку я раньше обещал каждый день. Но я теперь буду реально делать такие ролики, когда мне есть что сказать. Поскольку сюда подписываются не все люди, а я так понимаю, только самые активные. Ну, потому что, ну, реально, вы сами подумаете, вы же реально самые активные те, которые сюда подписались. Значит, они хотят знать больше информации какой-нибудь. И поэтому свои обсуждения, свои идеи какие-нибудь по роликам я буду заливать сюда. Ну, а сегодня я поеду к бабушке в деревню снимать видео в честь 100 тысяч подписчиков. Ну, то есть, как бы, ой, 150 будет, как бы, 150 тысяч подписчиков. И я прям выпускаю новое шоу. Наверное, так будет. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Питорка был тут. Мы сегодня наловили, ну, рыбу-то понятно, но самое главное, вот эта вот штука. Неплохо, неплохо. Но вообще улов плоховат. Ну, вы заметили то, что я вообще на автомате ловлю, как бы? Я стою, да, 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 стою без остановки, разговариваю и просто уже, ну, скилл моего рыболовства уже ни с чем не сравнится. Серьезно. Я уже настолько мастер рыбалки, как раз-таки из-за вас, из-за того, что мы с вами так повеселились, так пошутили. То, что я, наверное, лучший рыбак в Майнкрафте. Я не знаю, кто еще лучше. Но, может быть, не самый везучий. Спасибо за внимание и всем пока.